Понедельник, 22 мая 2006 года, 19 часов 20 минут по тормскому времени и в эфире 35 подкаст от канадского лося. И еще раз доброе время суток вам, дорогие подкастеры. Понедельник, солнце уже садится. Прекрасное время, на мой взгляд, записать подкаст. Я собирался записать подкаст пораньше, вообще-то вчера, но как-то вот не получилось. Ну а сегодня я решил выбраться все-таки на мой любимый Риверсайд, где, кстати, парковка только забита, да не могу. Вот здесь я считаю, что кто-то пытается втиснуться на жутко старый Хонди Аккорд с явно неисправленным мафлером, или она, я не знаю, на тюнинах хорошо. Но как-то звучит она не особо прикольно, вы, наверное, даже можете слышать. В общем, для начала хотел бы задать вопрос, который меня немножко мучает. И вопрос, собственно говоря, стоит так. Стоит ли делать смежные подкасты? Хотел бы услышать ваше мнение. Я вполне понимаю, что мои смежные подкасты обычно звучат совершенно несерьезно, может, немножко даже смешно, или даже, можно так выразиться, дурно. Но вот я таким образом, можно сказать, отрываюсь на смежных подкастах, не знаю, делая всякие непонятные комментарии, много смеха и тому подобное. Ну вот вопрос стал как-то серьезным, потому что мне как-то задумался, может, не стоит делать такие подкасты. Вот это будет решать вам, мои дорогие слушатели. Хотел рассказать здесь немножко про парковку. Как-то, сколько здесь живу, не особо никогда не заморачивался на эту тему. Но вот она как-то тут встала резко, так как сегодня я начал заворачивать на вот эту парковку. Ну, весьма интересно сделано. Чтобы поехать на Риверсайд, здесь есть несколько парковок. Так как от дороги, скажем, сама парковка метрах в 30, на дороге припарковаться, естественно, нельзя. А чтобы пойти на речку и насладиться великолепным видом, машину-то надо где-то все-таки оставить. Если, конечно, не живешь поблизости. В данном случае я совсем близко не живу, точнее, живу довольно-таки далеко. И пешочком это, скажем, хороших минут 30. И вот заметил, что в даунтауне, значит, когда близко к центру, особенно близко к казино, парковка там идет платная, причем хотят немаленькие деньги. А если это дело не платишь, то дают весьма неприятные штрафы. Вот у меня никогда еще не было штрафов, то есть за превышение скорости, за дорожно-транспортные происшествия, скажем так, превышение скорости, я не знаю, еще что-то. А вот за парковку у меня штрафов было очень и очень много. Потому что они здесь интересно делают, здесь какие-нибудь стоят столбики. Вот один, помню, совершенно не... тоже так недавно произошло. Я припарковался около столбика, столбика этого, кинул туда деньги на время, скажем, минут на 20. А там было, значит, внизу столбика написано мелким шифтом, что, мол, в период, допустим, с 3 до, я не знаю, 4 часов парковаться нельзя. А я как раз в это время припарковался, и мне дали такой солидный штраф, не помню, то ли на 30, то ли на 40 долларов. Это было крайне неприятно. И вот эти вот бесплатные парковки, они находятся, в принципе, ну, не очень далеко, но далеко от вот этих вот коммерческих заведений, типа казино. И что я заметил, весьма интересно, эти парковки всегда забиты. Причем я сейчас стою, я стою не на месте, где можно парковаться, а вот буквально на дороге вокруг парковки. Я взял пример с других, так как места уже все были заняты, и поэтому я решил, ну, что поделать. Придется на дороге так запарковаться, которая идет вот вокруг парковки. И тут, в принципе, тоже неплохо довольно-таки сидеть и записать подкаст здесь. Весьма интересная вещь тоже вводится в Канаде. Я о ней слышал довольно-таки давно, но как-то тоже не обращал внимания. Совсем недавно тут зашел в бар и спросил, можно ли покурить. На что мне бармен ответил, ну, мол, да, еще две недели покуришь, а потом усе. Что, в принципе, я так немножко удивился и спросил его, а он мне в ответ спросил, а ты что, не местный? Ну, я местный, но я как-то телевизор не особо смотрю, да и газеты не сильно читаю. На что он сказал, что в Канаде везде вводится такой закон, что запрещается курить в барах. Я точно не знаю, хорошо ли это или нет, в смысле, в перспективе будет это хорошо или нет. Но, допустим, сейчас я выхожу в бары, мне хочется посидеть с своими друзьями, выпить пиво и спокойно покурить. А так вот даже, грубо говоря, некуда будет пойти. Ну, вот, не знаю, может быть, аналитики говорят, что где-то уже вводили такую вещь, и там первые две недели после введения было убийство для бизнеса, мол, было очень мало народу, а потом вроде как народ начал подтягиваться и больше и больше, так как стали ходить и курильщики все равно продолжали ходить, а некурильщики стали больше ходить, именно в связи с тем, что в барах больше не курили. Ну, вот, если честно говоря, не знаю, как это отразится, пожалуй, посмотрим. Следующая такая тема, весьма тоже интересная. Несколько недель назад я напоролся на книжку. Уж не знаю, не защитите за что-то такое детское, но скачал я книжку Гэри Поттера. Как же она называлась? Следующая книжка после вот этого Goblet of Fire. Я не знаю, как это по-русски будет, ну, Гоблет Огня или что-то в этом роде. Ну, мне вообще такой фэнтези жанр нравится. Я так послушал-послушал, и меня это так затянуло, что я даже перестал слушать подкасты, по-моему, на неделю. Вот сейчас вот пытаюсь нагнать все подкасты, которые я пропустил, а там много-много-много. Последняя неделя у меня вообще закончилась очень весело, так как как раз вот в то воскресенье, если я не ошибаюсь, я пошел с своим другом в бар попить пиво. И он мне как-то так, а мы живем с ним на одной улице, и получилось так, что он мне говорит, ну, подожди меня около дома, я сейчас приеду через 10 минут. А время было уже солидное, где-то часов 12, где-то от 12 до часа ночи. И, значит, я пошел к его дому, у него стояла машина. У него, он владеет такой супер-хай-тек машиной под названием Нива. Вот, российская машина абсолютно, красивая такая, обделанная молдом, в довольно-таки хорошем состоянии. Я не знаю, насколько хорошо она ездит, не пробовал, но вот снаружи выглядит очень-очень хорошо. Я что-то ходил, крутился около этой Нивы, смотрел, пытался нагнать, как бы, что пропустил 4 года. Посмотрите, ну, не знаю, что там уж посмотреть, но вот как-то меня прикалывают такие unique car, то есть машины, которых мало в городе, даже если это та же самая допотопная Нива. И, значит, каким-то образом сосед моего друга, он ко мне, как-то подкрался ко мне, и, в общем, такая ситуация получилась, что, значит, вопрос такой со спины. Эй, ю, значит, по типу, эй, ты. Ну, я разворачиваю и смотрю, какой-то стоит араб, такой явно выглядящий араб, сбитый в руках, и, значит, эту биту он скручивает, как будто она была раскручена на две части. Ну, в общем, в таких ситуациях я часто не бываю, чтобы ко мне сбитые выходили. Ну, вот он так вот сбитый подошел и начал выяснять, что я тут делаю и почему кручусь около машины. Ну, мы с ним там так пообщались, минут, наверное, пять. В итоге все благополучно разрешилось. Ну, вообще было довольно-таки интересно, потому что первое ощущение у меня, что у меня сейчас просто битый начнет месить за первый же неправильно высказанный ответ. Вот знаете, как в американских боевиках там подходят, там биты, что-нибудь с каждым, бац, начинают месить. У меня было то же самое. Но оказалось, в реальности оказалось еще немножко наоборот. Я не знаю, почему, то ли я выглядел страшно, то ли, я не знаю, он никого еще битой не бил. Но он, держа в руках биту, готовясь явно уже начинать ей махать при первом же моем шаге, я как бы к нему начал подходить, мол, поговорить, объяснить ситуацию. А он от меня отходил на три шага и говорил, не подходи ко мне, не подходи ко мне. Ну, вот в итоге как бы все сошлось к тому, что он думал, что я пытаюсь тут машину ограбить или магнитолу вытащить или еще что-то. Уж какой-то такой довольно заботливый сосед, я бы сказал. Впоследствии я опять же от своего друга узнал, что он там какие-то они, в общем, немного странные. Ну, в смысле, они там что-то ругаются постоянно. Ну, такая вот у них семейка, он и жена там что-то бьют, еще что-то. Ну, он мне сказал, что соседи их тоже не особо терпят. Ну, вот оказался такой заботливый сосед. Вышел сбитый, мол, что ты около моего соседа машина крутишься. Тоже интересная такая заметка. На ту неделю, как раз вот я своим другом ходил в бар, он мне предложил взять такую великолепную машину. Надеюсь, многие из вас помнят. Она называется 2108. ВАЗ-2108. Также она знаменита как Лада Самара. Это в импортном варианте и в российском это Лада Спутник. 1993 года. Вот он мне ее предложил взять. И это для меня очень так, меня это совращает. Потому что, ну, удовольствие езды на Ладе, в общем-то, не особо большое. Но сам факт того, что, как бы, не знаю, вот такая машина будет только одна в городе, довольно-таки меня совращает. И вот я тут поехал ее посмотреть, и обнаружились многие неприятные факты. В машине, во-первых, кто-то покопался. Если я не ошибаюсь, то разобрали карбюратор. Как-то его разобрали наполовину. И меня тут же пробил вопрос, а где я возьму даже запчасти. Вторая проблема, там кто-то копался с двигателем. Там какие-то крышки отсутствуют. Я даже немного воды обнаружил в двигателе, что, на мой взгляд, довольно-таки плохой признак. Так как, ну, это будет очень сложно избавиться. И, скорее всего, придется перебрать двигатель. Ну, и самое последнее, и, наверное, самое очевидное, что сама лада была прогнившая насквозь. Что, в принципе, тоже не особо большая проблема. И можно все это дело заделать файберглассом, извиняюсь. Но все равно я так подумал, взвесил еще даже, не знаю, браться за этот проект. То есть начать чинить эту ладу или нет. Вообще, я вот взялся чинить свою машину. У меня тоже вспыл такой вопрос по ходу действия. Я приложу фотографии, чего я сделал со своими пластмассовыми крышками, которые одеваются на колеса. Они получились весьма-весьма неплохо. В смысле, как они выглядят. Я сделал пару фотографий, повешу их на интернет. И у меня мучил вопрос. Вообще, интересно, кому-либо было бы послушать, как вот это все делается. Потому что, например, я в свое время искал, допустим, как что-то починить или как-то что-то покрасить. Ну, сделать довольно-таки профессиональную работу. Я, конечно, понимаю, что теория и практика – это две огромные вещи. Одно дело, вам кто-то расскажет, как это делать. Другое дело, вы возьмете, извиняюсь, инструменты в свои руки начать делать. Но, по крайней мере, если в теории знать, что делать, то, по-моему, на практике это становится немножко полегче. Вот у меня я задался таким вопросом. Я в интернете как-то особо много информации не нашел, как там что-то чинить или как-то что-то красить. Еще что-то. Мне просто стало интересно, если кому-то будет интересно, чтобы я сделал детальное описание, как что-то чинить, как что-то ремонтировать, как покрасить вот эти вот пластмассовые вещи, потому что этим летом я вообще собираюсь плотно заняться своим автомобилем. Я сейчас уже покрасил свои вот эти вот пластиковые капсы, которые идут на колеса. Это у меня был такой своеобразный тест. Я подумал, что если я их смогу хорошо сделать, то я возьму за покраску всей машины сам. Поэтому, если кому-то интересно, то, пожалуйста, напишите в комментарии, напишите на сайт, напишите мне e-mail. То я сделаю какие-нибудь специальные выпуски, где буду описывать, как же все это делается. В проекте у меня, в принципе, несколько вещей. Я собираюсь, во-первых, ремонтировать свой капот. Я его собираюсь облегчать. Раз. Делать специальный воздухозаборник, который будет вести воздух напрямую на фильтр. Также я собираюсь облегчать машину. Еще, правда, не знаю как. Вот у меня такие планы идут на будущее. Поэтому, если кому-то вообще интересно, чтобы я рассказывал, как это все делается, то, пожалуйста, напишите, чтобы я по ходу, как я это делал, я бы еще и записывал, а потом все это вместе скомпоновал и выставил в интернет. В Канаде уже, в общем-то, наступило лето, о котором я, в общем-то, еще немного рассказывал. Но я надеюсь, как-нибудь выберусь куда-нибудь из города и что-нибудь такое интересное запечатлю. Ну, а пока у меня остается пять недель университета. Я собираюсь начать тренировки на своем болиде. Ну, и, в общем, ремонт машины. Вот такие вот планы на лето. Помимо разных проектов и все-таки нахождение хорошей работы. Вообще, летний семестр в школе, я не знаю, если рассказывал, но в университете здесь есть два плана учебы на лето. Один называется интерсессион, другой называется саммерсессион. Значит, если саммерсессион переводится как летняя сессия и с ним все понятно, значит, опять там три или четыре месяца учишься, как обычно, все нормально, спокойный такой плавный, размеренный ход учебы, то интерсессион это вообще отдельная тема. Интерсессион это что-то такое, которое было придумано просто сумасшедшим человеком. Я никогда еще ни разу, ни одно лето не учился в саммерсессион в полном нормальном семестре. Я все время попадал на интерсессион. Не знаю уж, с чем это связано, но вот это лето не исключение. Я сейчас записался на курс, и этот курс вообще от начала до конца, весь курс шесть недель. Значит, в неделю идет порядка шести часов учебы, а если я не ошибаюсь, три часа лабораторных работ, и на этом, пожалуй, все. Из моего предыдущего опыта могу сказать только одно, что это полное сумасшествие. Я помню, когда тем летом я брал джаву, вот за эти шесть месяцев, у меня крыша начинала уже реально под конец съезжать. То есть уже от всего того, что вас пихают, обычно учатся четыре месяца, а тут шесть недель, это полтора месяца. То есть от такого огромного количества информации, которые вас просто пихают, пихают каждый день, начинает голова немного так пошаливать. По крайней мере, я не знаю, но вот у меня она начинает дрифтить, если можно так выразиться. И под конец прошлого семестра у меня уже началась съезжать крыша. Я просто вот уже выходил после урока и видел все в объектно-ориентированном программировании. То есть там смотришь так на машину и думаешь, вот машина это и есть объект. И там вот пошло-поехало, то есть так раскладываешь по полочкам. И вот не знаю, как в этом семестре. Я в этом семестре, кстати, беру structures, то есть разные базы данных, как они делаются, листы, рей, то есть и все подобное. Поэтому я думаю, под конец семестр я уже буду думать все в, вот как это, in terms of database, то есть каких-то таких своеобразных database понятиях. Хотел бы также поинтересоваться, если кто-нибудь мог помочь с проектом. Я о проекте заикался довольно-таки давно. И проект немножко идет, но, собственно говоря, он не идет настолько быстро, как бы мне хотелось, но он идет. Я расскажу буквально немного, что за проект. В общем, мы делаем, я и Ваня, мы делаем такую небольшую программу, которая смогла бы распознавать картинки и их анализировать. Я не буду распространяться, что именно программа это будет делать. Возможно, я расскажу об этом немного попозже. Но хотел бы вот просто спросить, если кто-то из коллег-программистов знает об этом или может дать полезный совет. Вот у меня есть как раз два огромных таких, такие вещи. Первое, это как распознавать картинки. Теперь мы уже реализовали, как сказать, одно из решений, которое, на мой взгляд, самое примитивное, которое может быть. То есть это, грубо говоря, есть скриншот или есть картинка. Из картинки выдирается, вот у нас, например, задача сейчас такая, чтобы распознать на картинке какую-нибудь деталь, скажем, квадратик. Вот есть картинка, и на ней надо распознать квадратик, который в этой картинке есть. Значит, по идее, самое примитивное, это берется этот квадратик и ищется по всей картинке. И вот мы сейчас таким способом империруем, но я лично считаю, что это недостаточный. Есть также варианты, были предложены, как использовать векторную графику, битмап. Но вот я хотел бы поинтересоваться у тех, кто или этим знает, или что-то слышал, или видел, как же это все-таки, не знаю, дополнительную информацию, как и что. Вторая также вещь – это искусственный интеллект, или AI. Здесь проблема более большая, так как эта часть, если Ваня занимается картинками, то моя часть как раз разработает вот такую своеобразную AI. И здесь я не совсем представляю, с чем я имею дело. То есть я так, в общем, обозрение понимаю, что это такое, но вопрос как бы, как это сделать. Поэтому, если, в принципе, есть, опять же, кто-нибудь знает, или есть книжки, или еще что-то, я буду очень-очень-очень рад совету и линкам, чтобы почитать, как это можно все реализовать. Также, в принципе, если есть какие-нибудь программисты, которые заинтересованы просто поучаствовать в проекте, я буду очень-очень рад, пишите, пожалуйста, если проект, скажем так, он идет довольно-таки медленно, поэтому много времени, я не думаю, что займет, чтобы там, если я кому-то дам что-нибудь написать маленькое, тут, в принципе, как бы, проект идет настолько плавно, что, в принципе, это не так уж будет натяжно, если даже вы работаете. Ну, опять же, если это интересно. Опять же, если интересно, я расскажу более подробно о проекте, что делается и о перспективах его. Ну что ж, я буду понемножку заканчивать свой подкаст сегодня. Ну и в конце хочу подвести итог с конкурсом, который мы опубликовали в прошлом подкасте. В общем, отзывов было не так много, я уж не знаю, это из-за того, что просто ни у кого никаких идей нет, или просто никто не заинтересован. В общем, было два человека, которые написали. Я, к сожалению, не могу сейчас зачитать именно, какие были варианты предложены. Там, по-моему, было всего два варианта. Все, кому интересно, могут зайти на мой веб-сайт meers.net и посмотреть. Там прямо есть, в комментариях написаны все варианты, которые были представлены. Ну и мне больше всего понравился вариант от Сергея, который предложил использовать вален для ловли раков. Так что, Сергей, забирай свой подарок, ключ у меня к Google Analytics, пожалуйста, мне напиши. Ну и я встречусь с вами через неделю. Точнее, нет, в конце этой недели, извиняюсь. Все, счастья вам, отдыхайте, радуйтесь летом и берегите себя.